Проводить встречи родителей молодых солдат с командованием части в 115-м зенитном ракетном полку, который дислоцируется в Бресте, начали давно. И это не дань времени, когда родители в курсе, что происходит в полку, спокойнее обеим сторонам. Родители хотят больше знать, что происходит с сыновьями в части. Ну и мы хотим рассказать родителям, что мы здесь, как мы их готовим, как они живут, что мы делаем для того, чтобы сыновья их жили лучше по сравнению с тем временем, которое было раньше. В ряды вооруженных сил ребята призваны чуть более 10 дней назад. Сейчас у них период адаптации к новому распорядку, питанию, образу, жизни. Встреча с родными – это возможность поближе познакомить их с сегодняшними условиями жизни и быта солдат. Главное, чтобы они увидели, что здесь они отдали в надежные руки. Их солдаты уже 10 дней возмужали. У них вчера было начало нового учебного года. Они первый раз прошли строевым шагом, показали свои способности. Сейчас они увидят родители их уже в форме. Они уже будут уверены в своих сыновьях, что в надежных руках. Нынешнее пополнение 115-го зенитного ракетного полка действительно в надежных руках. Впереди у ребят от года до полутора лет армейской жизни, во время которой они приобретут профессию и станут крепче физически. А для Анатолия Герасимика из Кобрина – это еще испытание на прочность. Он единственный из нового пополнения женат, и у него есть ребенок. Молодой человек считает, что должен быть примером для сына. Сын, служи, как я служил. Служи. Не надо откашивать, надо служить. Поначалу было непривычно, но постепенно привыкаешь. На данный момент уже все нормально. Это в первую очередь те ощущения, я думаю, они очень положительные. То, что я попал все-таки в одну из лучших частей, по крайней мере, Брестского региона, может и всей Беларуси. Еще есть приятные впечатления, что это приятные люди, которые здесь с нами работают, начиная от сержантов до офицерского состава. Ну а из чего-то такого некомфортного, что ли, это, наверное, слишком плотный распорядок дня. То есть вот это непривычно. В полку служат ребята из всей области. Некоторые из них шли в эту часть целенаправленно. Здесь солдаты получат профессиональные навыки владения не только оружием, но и техникой. В первое время, конечно, было очень тяжело, непривычно. Хорошо, что попались ребята, такие вот, как сержанты наши, помогали во всем, психологически помогали, настраивали нас. И шел сюда с таким расчетом поближе к технике. Как бы полк имеет очень огромное количество машинного парка. И шел сюда в отец селе сразу. Очное знакомство с бытом своих сыновей, распорядком дня, а также командирами, дает родителям уверенность в том, что их дети в надежных руках. Понятно, что сын уходит в армию, родители волнуются, как он там, где он там. Когда у них есть возможность подойти, пообщаться с командиром части, что-то им рассказали. Потом они прошли, посмотрели, где ребенок их находится. Ну, уже не так волнительно. Страшно неизвестно, чтобы родители, если были какие-то сомнения, чтобы они уже исчезли напрочь. И, конечно, чтобы мы спокойно дома занимались своими делами, а сыновья наши отдавали свой долг. Впереди у ребят присяга, которую бойцы примут 16 декабря в Брестской крепости. И нелегкие солдатские будни. Они – будущие защитники. Им охранять небо. Ирина Альшова, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.